МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Можно посидеть за одну ночь. Так ли это на самом деле? И правда ли, что для красоты волос лучше стричься на растущую луну? Сейчас узнаю ответы на эти вопросы у нашего эксперта. Поехали! Нагатьева Юлия Васильевна, врач-дерматолог-трихолог. Юлия, здравствуйте. У нас сегодня с вами суперзадача. Нам нужно обсудить все самые популярные утверждения, которые касаются волос, их здоровья и красоты. И, собственно говоря, развенчать их или подтвердить. И я сейчас начну с первого очень популярного утверждения о том, что стресс и страх могут спровоцировать резкое посидение волос буквально за одну ночь. Правда это? Или виз? Нет. Хотя действительно стресс провоцирует посидение волос, особенно если уже какие-то единичные волосы есть, и в период стресса их количество действительно становится больше. Волосы очень уязвимы к стрессу, и самый интересный такой момент, это как раз-таки было большое исследование на мышках, то есть понимать, в каком периоде, в какой момент они начинают сидеть. И вот научно доказанный факт, что у нас есть волосы, которые растут активно, и волосы, которые находятся вот в фазе покоя. Именно в фазе покоя это самая такая уязвимая фаза, когда стресс на них действует, к сожалению, гибнут клетки, которые нам дают пигмент, и волосы растут уже непигментированной, седой. То есть получается, что стресс и страх, они могут спровоцировать посидение волос, но не резкое, а всё-таки такое последовательное. Да. Итак, друзья, стресс и страх могут спровоцировать посидение волос, но не резкое, так что не стрессируйтесь и не бойтесь. Как вас зовут? Меня зовут Гения. Стрижка на растущую луну ускоряет рост волос. Правда или миф? Я бы не сказала 100% нет, и 100% да. У всех по-разному, очень индивидуально. Волосы – это вообще индивидуальная история такая. Это миф, потому что скорость роста волос действительно у всех разная. Есть люди, у которых действительно рост волос достаточно такой хороший, поэтому без разницы, когда стричь волосы. Но если так совпало, что они посереблены на растущую луну, и они в это верят, бывает, они иногда доказывают, что именно это могло отрастить определённую длину. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Диана. А вас? Меня зовут Алла. Диана Алла, очень приятно. Меня зовут Маша. Это Юлия. Мы сегодня обсуждаем самые популярные утверждения о волосах. Если мыть голову каждый день, то волосы будут пачкаться сильнее и быстрее. Как вы считаете, правда это или миф? Всё зависит от состояния и структуры волос индивидуально. Так, хорошо. А как на самом деле с точки зрения доказательной медицины? На самом деле, во-первых, голову мы моем по мере загрязнения. Есть люди, которым требуется ежедневное мытьё. Есть люди, которым ежедневный медианический уход не нужен. То есть им достаточно голову мыть раз в два, в три, в четыре дня, даже раз в неделю. От чего это зависит? Конечно, от количества вырабатывания себума на поверхность кожи. Мы понимаем, что каждый волосной фолликул имеет свою сальную железу. Каждая сальная железа вырабатывает секрет, потому что он является природным кондиционером и смазывает волос на определённой длине. И, естественно, он же распространяется по коже скальпа. На самом деле, очень ещё важно то, как вы моете голову, как вы наносите шампунь. Шампуня можно нанести небольшое количество. Нужно вспенить обязательно в руках, а дальше массажными движениями. Опять вспоминаем, как намоют голову в парикмахерских. Аккуратно-аккуратно каждый сантиметр кожи промыть, как мы будем до скрипа. Пеной достаточно промыть волос подлиннее. Много ошибок в гигиеническом уходе, который действительно приводит потом к жалобе на то, что ежедневный уход мне теперь создал определённую проблему, и я вынужден мыть каждый день. Нет, подумайте, что вы сделали не так. Вот одна из самых больших проблем у многих девушек – это секущиеся кончики. Вот у меня, посмотрите, наверное, тоже они есть. Секущиеся. Давайте посмотрим по длине. В принципе, мне нравится, как выглядят ваши волосы, на самом деле. И если тут и есть секущиеся кончики, ну, прям единичные. Есть масса средств именно для секущихся кончиков. Насколько они эффективны? Потому что говорят о том, что они помогают вообще восстановить эти самые кончики. Это правда или миф? На самом деле это миф, потому что реконструктор полноценного волос, который может полностью, да, проблемный волос восстановить, и восстановить его не на определённый, там, какой-то промежуток времени вообще, в принципе, да, это вот как, я не знаю, восстановить зуб у стоматолога. Вы пришли с коррестом, ушли с пломбой, но при этом-то зуб у вас уже, считай, здоровый, да, условно, конечно, с волосами так не работает. Вообще для секущихся кончиков есть одно средство, это ножницы. Беречь не надо длину, потому что здесь нужно избавляться и ухаживать за волосами. Ещё один миф, который бы хотелось обсудить, звучит так. Если вырвать один седой волос, на его месте вырастет три. Правда это? Это миф. Если вы вырвете седой волос, вырастет такой же седой волос. Если вы будете делать это регулярно, вы травмируете волосуной фолликул, и не вырастет ничего. Поэтому лучше седые волосы не трогать. Юль, спасибо вам большое за такой полноценный, чёткий рассказ про самое популярное утверждение о здоровье волос. Теперь мы знаем, где правда, где миф. И я надеюсь, что наши советы будут полезны всем девушкам, молодым людям, которые хотят иметь шикарную шевелюру. И пожелаем им как раз-таки иметь эту шикарную шевелюру и вообще никогда не знать, что такое проблемы с волосами. Так, ну что, все популярные мифы о здоровье волос развенчаны. Завтра будем развенчивать и остальные мифы о нашем здоровье. Любите себя и свой гордый случай. Пока-пока.